В Московском центре боевых искусств прошло первенство России по Кеокусинкай. Большой турнир собрал более 800 лучших спортсменов со всей страны. Среди них были и наши бойцы, которые привезли домой призовые места. Участие в соревнованиях приняли бойцы из разных регионов страны. В течение нескольких дней спортсмены сражались за звание лучшего в своей категории. Битвы были напряженными и захватывающими. Каждый участник демонстрировал отличную подготовку. 29-31 марта проходило первенство России в городе Москве. В составе сборной Хабаровского края принимала участие и наша команда города Амурска. На соревнованиях приняло участие более 800 человек. Это достаточно крупное соревнование, на котором сезжаются сильнейшие бойцы со всей России. Наша команда была тоже там представлена. И ребята успешно выступили. Третье место занял Егор Гурцкий. Второе место занял Федюнин Никита. Это позволило ему получить звание кандидата мастера спорта. Достаточно крупные соревнования, после которых ребята дают право и возможность участвовать уже в первенстве мира. На первенство России поехало пятеро сильнейших ребят, которые входят в состав краевой организации. Прежде они не раз доказывали свое мастерство на первенствах Хабаровского края и Дальнего Востока, а также других крупнейших турнирах, где показали себя достойными призерами и чемпионами. Соперники были разные. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Ну, вообще были побольше, потому что у меня абсолютно своя категория была. Я самый маленький был. Но проявил такой хороший результат. Принувания длились два дня. В первый день спарринговались бойцы 12-13 лет, во второй день 14-15. У меня было три боя. Первый бой с парнем из Краснодарского края, второй бой с москвичом и третий бой с пацаном из Калининграда. Первый бой, он всегда тяжелый. Я на нем разогрелся, посмотрел, с ним помимо и сказал свои ошибки, мои ошибки. Я их во втором бою исправил, провел хороший бой. И третий бой мне немного не хватило концентрации, немного подрасслабился в конце и пропустил. Такое неприятное до другого, но этот бой будет для меня уроком. То, что никогда не надо расслабляться во время поединка, не терять контроль, самообладание и всегда быть на контроле, всегда контролировать бойца своего. У меня было четыре боя. Первый бой, я не помню. Второй бой с Краснодара, третий бой тоже с Краснодара, четвертый бой с Камчатки. Ну, первый бой был проходной, тяжелый такой. В принципе, прошел. Второй бой тоже не самый сложный, не самый сильный. Там тоже прошел. Третий бой тяжелый был, там сильный боец был. Ну и четвертый бой, финал. Там я проигрывал ему уже. Я хотел это, ну, чтобы уже там первое место занять. У меня был настрой. Ну вот, как-то проиграл тяжело. Эта победа стала для ребят важным достижением и вдохновила их на дальнейшие тренировки. Даже несмотря на то, что они заняли призовые третье и второе место, это лишь стимул для работы над ошибками и стремлению к лучшему. Егор учится в девятом классе, Никита в восьмом, но уже сегодня они готовы принять любые трудности и испытания на пути к своей мечте. Потому что знают, что каждая победа приносит им не только радость, но и ценный опыт. Ну, сначала, сначала надо отучиться будет до одиннадцатого класса. Надо выполнить мастер спорта и на черный пояс первый данс дать. Ну, а потом, потом я хочу стать тренером и вырастить свою группу. Таракист. Ну, я просто буду тренироваться, пытаться там вырываться в чемпионы мира уже там. Везде, везде, везде надо будет. Драться, тренироваться, учиться и все. Егор и Никита считаются самыми одаренными ребятами. Занимаются очень давно и имеют хороший опыт. Тренер ребят рассказал о том, что каждый турнир, на который они отправляются, всегда оказывается весьма зависим от настроя участников. Первенство России не стало исключением. Парни действительно постарались и выложились на все сто процентов. На этом турнире, в принципе, мы очень сильно были настроены, конечно, на победу, на первые места. Были уверены в своих силах. Но так сложилось, конечно, что не хватило нам немножечко опыта. Мы сделали определенные выводы. Сейчас будем работать над ошибками. И я думаю, мы в следующем своем турнире еще покажемся. Егор и Никита, они достаточно давно, как я говорил, уже в своих категориях дерутся, занимаются с детства. И в основном мы уже, в принципе, знаем своих конкурентов, сильнейших, с кем мы вообще будем соревноваться. Мы уже, в принципе, готовимся на них. Егор непосредственно готовился конкретно на одного парня. Они уже конкурируют, наверное, в этой категории. У нас 13 сначала, сейчас они перешли уже в 14-15 категории, 70+. На протяжении уже трех лет. Постоянно Егор ему уступал, где-то чего-то не хватало. Сейчас, на данный момент, мы вышли уже на такой, скажем, хороший уровень. Я считаю, Егор один из сильнейших в этой категории. Я думаю, в любом случае, сейчас он поедет на мир и себя проявит там, во-первых, да. И на будущий год, я думаю, он свое возьмет первое место, 100%. Призовые места, занятые нашими каратистами, стали хорошим показателем для начинающих спортсменов, которые видят в них настоящий образец для подражания. Многие из этих молодых людей присоединились к карате лишь недавно. Но уже сейчас видят возможность достичь таких же высот, как и старшие товарищи. Они видят реальный результат тренировок и верят, что упорство и труд помогут им достичь своих целей.